Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. На творческом небосклоне Крачаева-Черкесии появилась новая звездочка Керам Куркмазов, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. А совсем недавно он всерьез увлекся песенным творчеством. И совместно с известным артистом, композитором и режиссером Шервани Мурдаловым он снял клип, который уверенно набирает обороты в интернете. Об актерских генах, занятиях спортом и одновременно музыкой в эти минуты в нашей студии юный певец Керам Куркмазов расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Керам. Доброе утро. Я очень рада тебя видеть у нас в гостях, потому что ты, как говорится, сейчас новая звездочка, появляешься на небосклоне. Поводом для нашей встречи стало то, что буквально на днях вышел твой клип, первый такой красивый яркий клип на песню, которая называется «Мама Керама». Автором этого клипа стал известный у нас в Республике режиссер, композитор, певец, аранжировщик Шервани Мурдалов. Вы записали песню, то есть ты исполнитель, ты поешь, а он снимал клип для тебя. Вот уже эта песня везде появляется, насколько я знаю, она уже есть и в интернете, в ютюбе, везде. То, что ты творческий парень, это объяснимо, потому что твоя мама заслуженная артистка Карачаева-Черкесии, ведущая актриса Карачаевского театра Фатима Каркмазова. И, наверное, объяснимо то, что ты у нас такой творческий, одаренный ребенок. Ну, у тебя много увлечений, мы об этом поговорим чуть позже. Скажи, пожалуйста, вот песенная творчество для тебя сейчас является главным? Толчком для этого стала одна из песен Астемира Апанасова «Белла Чау» на сериал «Бумажный дом». Он его круто записал, и пошла уже первая песня, а потом уже вот эта. Ты участник многих конкурсов, многих фестивалей, и не только песенных, естественно. Вот сегодня ты принес свои грамоты. Вот какой самый значимый для тебя конкурс? Нет, у меня нет значимого конкурса, потому что я к каждому конкурс готовлюсь основательно. Не просто для галочки, а для того, чтобы, ну, прям, отдаю частичку себя просто. Какой ты молодец! Я знаю, что ты еще занимаешься спортом, борьбой, да? Да, молодой. Играешь на фортепиано. Да, чего? Поешь. Да. Вот это такие разные вещи, они не мешают друг другу или как-то, наоборот, дополняют друг друга? Они даже, наоборот, дополняют. Вот для фортепиано нужны цепки и пальцы, а вот на борьбе это может пригодиться. Ну вот, за каждым творческим человеком стоит его команда, которая помогает ему в работе. Ну, кто твоя команда? Это моя мама. Понятно. Ты о будущей профессии задумывался? Ведь, мне кажется, может, ты станешь журналистом, ведь ты и новости ведешь на телевидении детские. Да. Ну, я еще о будущей профессии не думал, но если я стану актером, то я хочу стать творческим, многогранным актером. Конечно, я не могу тебя не попросить что-нибудь прочитать для наших телезрителей, ведь ты и прекрасно читаешь стихи. Виктор Гин, израильский поэт. Это стихотворение о маме. Давай. Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите. Не спешите. И ей, стоящие у ворот, остановившись, помашите. Они страдают от разлук. И нам в дороге безмятежной, без материнских добрых рук, как малышам бесколобельной. Так будьте чуточку добрей. Опеки их не раздражайтесь. Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. Я прям расчувствовалась. Это такое серьезное взрослое стихотворение. Ты так красиво его прочитал. Видно, что ты очень любишь свою маму. И я желаю, чтобы ты многие-многие-многие годы ее радовал. Спасибо тебе. Спасибо вам, что пригласили. Приглашайте почаще. Обязательно. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Абазинская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. «Вецкие меха». ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Город Санкт-Петербург представляет. Верхняя одежда и обувь со скидкой до 70%. Только один день. 18 февраля. Город Карачаевск. ТЦ «Аланхаус». Напротив верхнего рынка. Дарите эмоции. 585 «Золотой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова